Как игровой салон не назови, суть от этого не поменяется. Убедились оперативники Управления экономической безопасности, не поверив, что реальная деятельность ряда салонов по республике – продажа бинарных опционов. Операции на мировом финансовом рынке проводятся обычно в более презентабельных условиях. И однорукий бандит, пусть и в электронной форме, к ним отношения, как правило, не имеет. Альбина Минибаева о масках незаконного игорного бизнеса. То, что к бинарным опционам эти картинки и цифры отношения не имеют, ясно всем. Но именно финансовыми операциями на мировом рынке, как установили следователи, прикрывалась сеть игорных салонов, работавшая по всему Татарстану. Организаторы – двое мужчин, одному 34 года, другому 29, и были задержаны в последний день зимы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам подразделения экономической безопасности было установлено, что деятельность игровых салонов удаленно администрировалась членами данной группы. По версии следствия, эта сеть игорных салонов работала с 2016 года. Для придания легальности бизнеса салоны действовали под видом продажи бинарных опционов, связанных с различными финансовыми операциями на мировом рынке. При этом использовались различные прикрытия, в том числе фирм-однодневок. В результате проведенных мероприятий оперативникам подразделения экономической безопасности изъято более 40 единиц игрового оборудования, 13 сим-карт, 7 банковских карт, 5 печатей фирм-однодневок, черновые записи с отчетами. Задержанные свою вину признали. Сейчас следователи подсчитывают, какой доход они получили за время существования сети салонов. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Она предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Альбина Венебаева, Вызов 112.